Спортивная одежда и хорошая погода Казалось бы, все, что нужно для бега Но оказывается, это очень коварный вид спорта Поэтому не спешите отправляться на утреннюю пробежку Если не знаете всех правил и нюансов бега Виталий тренер по легкой атлетике И участник олимпийских игр О беге он знает буквально все И согласился рассказать нам Как сделать утреннюю пробежку полезной для организма Техника – это первое, чем нужно овладеть новичку Надо как бы больше сесть с тобой Не на пятку и не на носочек А именно сесть с тобой, наступать полностью на покрытие Лучше всего по грунту бегать Это по земле, где трава, где мягкое покрытие Потому что первое, что асфальт, как у нас говорят Асфальт делает свое дело Именно ножки потом будут болеть Особенно стопы страдают, пятки страдают от асфальта Так что лучше побегать по грунту Где более мягкое покрытие Если говорить о дыхании То правил дышать только носом, выдыхать ртом Или делать вдох, наступая на левую ногу Не стоит придерживаться Это мифы Не нужно зацикливаться на правый На третий шаг ты дышишь и выдыхаешь Ты просто бежишь спокойным бегом И просто вдыхаешь и выдыхаешь Полной грудью воздух Нету этого Для меня это вообще нонсенс, когда я слышу На третий шаг надо вдохнуть Или на четвертый шаг выдох Мы просто бежим и дышим Вдыхаем, выдыхаем Вот как мы ходим, гуляем Обычным шагом Мы вдыхаем и выдыхаем Мы же не говорим тебе, что два шага мы прошли И мы должны выдохнуть или вдохнуть воздух Так же самое и с бедем Для человека, который только начал заниматься Бегом Вот оптимальное время в день Ну, начинать бегать Лучше по 20 максимум минут 15-20 минут При этом нужно контролировать частоту пульса Он не должен превышать более 50-60% Например, если перед Измерять пульс перед пробежкой и после А утренний душ какой он должен быть? Контрастный, холодный, теплый? Ну, можно контрастный Он не противопоказан, но начинать нужно с теплого Потому что организм во время бега пропотел Тем самым очистился Вы начнете его охлаждать Это будет стресс И может быть простуда Врачи говорят о том, что первые тренировки должны быть только в теплую погоду Этого правила придерживалась и Светлана Начинала с небольших пробежек по несколько минут в день Сейчас ее основное правило Время тренировки не должно быть меньше 40 минут Сейчас я бегаю через день Бегаю сезонно Только в теплое время года Зимой, осенью, когда дождливо, холодно Я не бегаю Бегаю через день Причем этим летом, этой весной Я бегаю по вечерам Примерно каждая тренировка Это час Ну, километраж всегда разный Бывает 8 километров, бывает 9 Последняя моя тренировка Это была 10,5 километров Вот Прошлым летом, весной Я бегала по утрам И, ну, не могу сказать, что есть какая-то разница Просто по времени Мне, допустим, просыпаться, бегать по утрам намного сложнее Чем по вечерам Бег, в первую очередь, придает силу и энергию Если есть какая-то апатия Есть усталость Есть какое-то депрессивное состояние Там какое-то моральное истощение Я просто прихожу, бегаю В плане физическом появился, естественно, тонус Удалось сбросить несколько килограммов И характер стал более волевой Появилась выносливость Кстати, с помощью специального приложения в телефоне Вы можете узнать, сколько километров пробежали И даже узнать свои потраченные килокалории Многие начинающие бегуны стараются не пить воду Во время пробежки и до начала тренировки И это очередной миф Придерживаться этого правила также не стоит Нужно пить Потому что, чтобы не было обезвоживания Мы всегда на тренировку берем с собой бутылочку водички И чтобы во время отдыха Вот у меня летишки занимаются Мы всегда в промежутках между какими-то отрезками Всегда пьют летишки воду Поэтому это мое личное мнение Что пить во время тренировки можно Даже во время бега можно пить воду Конечно же, занимаясь таким видом спорта Многие преследуют цель похудеть И начинают выполнять нормативы не под силу Или, например, стараются одеваться тепло И даже обматывать себя пленкой Чтобы поскорее сбросить лишние килокалории Называется перегрузка организма Которой не следует заниматься Потому что это можно пленкой обматывать Но особой пользы это не даст Потому как лучше, конечно, чтобы организм Хорошее кровоснабжение Если он стягивает себя пленкой Большим количеством тесной одежды Уже кровоснабжение не то Уже ухудшается Но я считаю, что не нужно Чтобы бег приносил пользу Действительно нужно преодолевать себя Когда чувствуешь усталость, изнеможение То есть через силу бегать Я считаю, что ни в коем случае Потому что все нужно делать с удовольствием И когда человек себя упруждает Он устает Организм тоже начинает уставать И пользы от этого никакой нет Только вред Не забывайте, что после длительной пробежки Нельзя сразу останавливаться Пройдитесь быстрым шагом Постепенно переходя на спокойный А теперь вы смело можете надеть кроссовки И начать свою первую тренировку